Кадры с последнего звонка 2023 года. Девочки в белых фартуках, мальчики в костюмах и галстуках. Традиции праздника неизменны десятки лет. Сегодня эти ребята уже заканчивают первый курс. Но вскоре тысячам выпускникам придется оказаться на их месте. Прощание со школы в нашем округе состоится в эту пятницу. Подготовку к этому волнующему моменту обсудили в администрации. Уже сегодня первый день проведения государственной итоговой аттестации в девятых классах. Линейки последнего звонка для девятых классов практически уже завершились во всех школах. А 24 мая на территории городского округа Матищи линейки «Последний звонок» пройдут для 11-классников всего округа. Самые волнительные мгновения у 11-классников впереди. Сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗ. Уже в четверг состоится первый экзамен. Школьники будут сдавать географию, литературу и химию. И всем родителям, ребятам главное хочется пожелать. Спокойно сдать итоговую аттестацию, получить те результаты, которые они хотят. И чтобы учебный год завершился в спокойной обстановке. Уходящий учебный год был насыщенным и результативным. Матищинцы достигли больших высот на Всероссийской Олимпиаде. 25 ребят из 10 школ представили наш округ в финале. Как итог четверо победителей и семеро призеров. Их подготовили образовательные учреждения номер 6, 8, 10, 15, 17, 27 и 33. Теперь юноши и девушки могут воспользоваться правом поступать в ВУЗ без вступительных испытаний. «Одни ученики достигли этих результатов, выпустились, надо готовить следующих. Поэтому большая кропотливая работа. Все молодцы. Спасибо и вам, Наталья Михайловна, и коллективу, который вы возглавляете. Потому что благодаря этой, еще раз повторюсь, общей комплексной работе мы имеем вот такой замечательный результат». «На той неделе у нас составилось подведение традиционного конкурса «Виват. Знания. Спорт», где все наши ребята, которые достигли весомых и значимых показателей, в том числе на Олимпиадах, горловой были поощрены. И вот эта вот весомая поддержка, причем не только ребята, а именно их родители, это, я думаю, такой совместный труд. Ну и, конечно же, наши педагоги, которые вкладывают душу в этих детей». После подведения итогов учебного года участники совещания перешли ко второму вопросу – подготовке к зиме. Прошлый отопительный период в Мытичах завершился успешно. Тем не менее, работы в этом направлении предстоит много. «Я хотел бы всем напомнить, что здесь не может быть какого-либо формализма. Мы в Климовске видели, что и к чему приводит. Некомпетентность персонала – первое. Второе. Неукомплектованность рабочими управляющих компаний. Невыполнение тех мероприятий, которые должны были выполнены, быть. И формально они были выполнены, и как бы все было хорошо. Но даже вот те наши сотрудники, рабочие, которые помогали ликвидировать аварию, видели, что фатальность всего из-за безалаберности и формализма». На сегодняшний день в округе идет активная модернизация тепловых сетей. Работы выполнены на 95% объектов. «Приведены работы по строительству новых тепловых источников. Это 4 штуки, общей мощностью 22 мегаватта. Модернизация сучищек отельных – 10 штук, мощностью 615 мегаватт. Модернизация тепловых сетей общей протяженностью 14 тысяч погонных метров. И, соответственно, проведены работы по установке узлов регулирования, но это фактически ТП – 250 штук». Впереди модичницев ждет профилактика систем водоснабжения, как следствие отключения подачи горячей воды. С графиком вы можете ознакомиться на сайте администрации, а также в Телеграме с помощью бота «Отключение МО – бот». Алина Саваш, Первый Матишинский.